Процент погрешности у тестов всего несколько процентов, однако медики призывают горожан перед сдачей как минимум за 20 минут отказаться от сигареты и жевательной резинки. Перед тестом поясняющая беседа. Заразиться можно через половой акт, нестерильные инструменты, к примеру, в тату-салоне или принимая наркотики. Бывают люди, которые приходят, что мы купаемся в общественном бане, в общественном бассейне, сауну посещаем, приходят, говорят, давайте проверимся. То есть эти пути безопасны. Объятия, рукопожатия, поцелуи, они безопасны. И так мы не можем заразиться ВИЧ. Центр медпрофилактики и волонтеры призывали горожан пройти тестирование. За два часа работы это сделали 65 нефтеюганцев от 16 до 56 лет. К счастью, ни одного положительного результата. Впрочем, медики призывают, если есть сомнения, провериться еще раз через три месяца. Важно знать, обнаруженный ВИЧ-статус – это вовремя начатое лечение и долгая полноценная жизнь.